Новое видео выходит каждый день в 20.00 Я бы никогда не подумал, что на этом канале выйдут там, знаете, какие-то ещё ролики про Луняшу, а тем более из плейлиста никому не нужны, потому что туда обычно попадают какие-то полные дебилы, долбоёбы и все прочие. Ведь вы знаете, за последние там несколько лет, скоро 31 октября обзор на Луняшу будет уже там 2 года, и вот за эти долгие 2 года Луняша мне уже стала как настоящая такая, знаете, подруга, с которой действительно можно многое обсудить, там, о чём-то поговорить, заснять какую-то коллаборацию на YouTube, да, или что-то вроде того, правда она об этом знать не будет, тем не менее. Луняша вот мне в самом деле стала как настоящая вот такая, знаете ли, подруга, и какие-то ролики про неё снимать и так далее, но это уже неинтересно. Ну, в самом деле, я даже извинился перед ней, там, 45-минутное видео, сколько там, 30 минут видео, в общем-то, я перед ней извинялся, если не видели, можете посмотреть, прям извинился максимально подробно, максимально жёстко, максимально понятно, и всё разложил вот максимально по полочкам, как я обычно люблю, как в каких-нибудь обзорах Данила Герреры, и во всех прочих видеороликах других не менее талантливых людей, таких как, там, Sunset и прочие люди. В общем, ладно, это не имеет особого значения. Так вот, Луняша, никому не нужная Луняша. Почему же она попала в данный плейлист, в данную видеокатегорию, в данные какие-то последующие вот эти вот, знаете ли, видеоролики, во всё-всё-всё-всё-всё прочее? Но перед тем, как я отвечу на этот вопрос, безусловно, который является достаточно таким главным в данном видеоролике, я бы хотел вам сказать то, что вот многие меня спрашивают, ну, слушай, а вот зачем ты сфоткался с Луняшей, если на протяжении там уже практически двух лет ты её как-то засирал, ты её как-то хейтил и так далее? Я никогда не понимал этих людей, но потом я загуглил, я просмотрел всю информацию, я ознакомился с разнообразными источниками, почитал разное мнение по поводу всего этого и пришёл к выводу, что меня перепутали с другим ютубером, с ютубером с канала Семён, у него там что-то 87 подписчиков, то есть это тоже человек, который достаточно сильно похож на меня, как, допустим, Задан Семён на английском или ещё какой-то человек. Так вот, дело в том, что вот этот вот самый Семён, являясь истовым, настоящим фанатом Луняши, решил с ней сфоткаться, потому что, ну, всё было вот именно, ну, вот так вот, чтобы вы вот так вот плюс-минус понимали и вот многое-многое другое. Поэтому я не понимаю, почему вот люди просто меня перепутали с другим человеком и начинают мне писать, начинают мне просто вот так вот неистово написывать, говорить, мол, ой, как ты вообще посмел, ты говорил про неё такое, я сейчас сфоткался, вменяют мне это в вино, хотя по факту-то я ничего не делал, то есть это делал какой-то другой человек с канала Семён, если вы что-то хотите там предъявить, то предъявляйте ему, потому что по-другому, ну, просто, я не знаю, у него там даже видеоролик вышел со сходки Луняши, где он всё там подробно объясняет, поэтому если вам мало ли что-то непонятно, можете зайти на видеоролик к нему и уже там от него всю подробную информацию насчёт Луняши и вот всех вот этих вот прочих фотографий узнать. Я не знаю, почему вот у него инстаграм называется как английский задан Семён, там, в общем, путаница какая-то полнейшая происходит, так вот, почему же Луняша попала вот в данный плейлист, в данное шоу, в данную рубрику на моём канале под названием «Никому не нужный»? Всё дело в том, что Луняша сама об этом сказала, что с Ютубом происходят какие-то проблемы, то, что у него, у неё, блядь, у неё, у неё ролики последние там не набирают даже 10 тысяч, ну, возможно, 10-15 тысяч они как раз-таки набирают, но вот уже касательно 20 тысяч просмотров, вот тут дела уже обстоят немного по-другому, немного по-иначе и вот немножечко, так знаете ли, непонятно, что там вообще, как, где и вот всё это. Это, знаете ли, остаётся за каким-то, за кадром и так далее. И именно поэтому Луняша, перейдя с Аризоны Рулеплей, Аризоны Рулеплей, того самого проекта, который прикормил, там, приживил у себя, блядь, что за эпитеты ебаные, в общем, тот проект, который принял у себя большинство вот этих вот, знаете, инвалидных ютуберов, по типу там Луняша, Андрея Сукрея, Ярослава Брулёва, да и прочих там бездарных хуесосов, они почему-то оттуда сваливают, вот как, допустим, Луняша, как там, допустим, какие-нибудь последующие люди, и вот мне это абсолютно непонятно. Однако аудитория даёт свой фидбэк, когда ты уходишь с нормального проекта на какое-то говно. Вот не берём, в пример, Ангела Касада, потому что он ушёл с нормального проекта на нормальный проект, а там, да, аудитория, типа, особо не агрит, тут же Луняша ушла с нормального Рулеплей проекта, Лайт Рулеплей проекта на какой-то, на хард, фул Рулеплей говнище, дерьмище 1337 Гамбит Рулеплей, то есть Гей Бит РПГ, если быть куда точнее, если разговаривать с вами максимально понятным языком, Гей Бит РПГ, это настоящее название того самого сервера, который вы привыкли считать, называя его Гамбит Рулеплей, называя его сложной, непроходимой ютуберегистрацией и всем прочим, потому что Луняша, вот она туда перешла и непонятно вообще, что она там снимает, непонятно, что она там делает, какие-то непонятные видеоролики, да и в целом непонятные действия, однако она это оправдывает тем, что, мол, сколько можно есть вот это вот Кал, играя на РПГ проектах, ведь можно же попробовать поиграть на Гамбит Рулеплей, ух ты, блять, Гамбит Рулеплей, я всегда мечтал дрочиться Рулеплей командами, спасибо, Луняша, прям поддержала, прям сделала всё как надо, хотя нет, вы знаете, тут даже можно не такой термин назвать, тут можно даже свой новый термин зарегистрировать, то есть, вот как, допустим, знаете, там синдром БГК и там прочие какие-то синдромы, то есть, вот смотрите, всё сделала как надо, а тут можно просто сказать, что всё сделала как Луняша, или всё сделала там как Луняша и вот всё-всё-всё прочее, тут сразу будет понятно, что ты просто, блять, наступил ботинком в какое-то говнище полнейшее, вляпался, то есть, по самые уши в этот самый Гамбит Рулеплей, если вы мало ли не понимаете, почему у меня такое отношение к Гамбит Рулеплей, почему у меня такое отношение к фул Рулеплей-серверам, на моём вот этом вот канале есть большинство видеороликов, которые вы, скорее всего, не видели, по причине того, что там либо 100 просмотров, либо там их 300, ну вот, понимаете ли, 100 и 300 просмотров это уж явно не 1000, это уж явно не 5000, это уж явно не 8 и не 10 тысяч, Поэтому я делаю такой вывод, что вполне возможно, вы всего этого не видели, и я не знаю, вот как дальше с вами обо всём этом можно разговаривать и делать вот все прочие-прочие и прочие вещи. Ну вот, лично для меня это остаётся каким-то непонятным и прям вот, знаете, таким загадочным ревеслом. Так вот, никому не нужная луняша. Почему же это вот так произошло? Да всё очень просто, понимаете, люди просто хотят заработать как можно больше денег, хотя луняша вроде как говорит, что ей не платят больше, чем на Аризоне, и я склонен с этим согласиться, потому что, ну, найти проект, который будет платить больше, чем Аризона, ну, это достаточно проблематично. Хоть и Аризона не платит больше других проектов, она просто предоставляет хорошие условия для большинства людей, даже с какой-то малейшей маленькой аудиторией, даже для них она предоставляет достаточно комфортные условия сотрудничества, с помощью которых ты можешь сотрудничать и прям вот в хуй не дуть, чтобы вот прям быть конкретным. Потому что на других проектах, вот если мало ли кто-то не знал, сотрудничество, ну, крайне хуёво, я могу отметить только там несколько проектов, на которых сотрудничество было более-менее такое, знаете, плюсовое, где менеджер тебя не игнорил по полчаса, по часу, там, не ладно, не по полчаса, а по часу, это ещё в пределах разумного, это ещё нормально. Где он тебя там не игнорил по два дня, по пять дней, а потом, когда ты говоришь, типа, а дальше-то ролики вы будете оплачивать, или как, типа, вы только два оплатили, они тебе говорят, ну, бля, мы что-то фидбэка особо не видим, поэтому пошёл ты нахуй, вот. То есть, ну, это гранд ролеплей, если кто-то не понял, мало ли, возможно, вполне возможно, как бы, я не могу это отрицать, но вполне возможно, что люди, которые от чего-то там не поняли, такие люди всегда есть. Ведь до сих пор есть, там, более 50 тысяч людей, которые подписаны на Луняшу и следят за всем её творчеством. Я, опять же, хочу вам напомнить, что я ничего плохого про Луняшу не хочу сказать, как бы, вот, она, как бы, ну, такая себе, вот. Что-то плохое, там, хочет про неё сказать, наверное, человек, вот, с канала Семён, можете его найти, вот эту тварь, вот эту просто гниду, вот эту мразоту, блядь, вы можете найти её и просто сказать, блядь, побить на улицу, он там даже лицо своё показывает, можете побить его на улицу и сказать, ебать, пидорас, что ты про Луняшу такой говоришь, хотя он, вроде, тоже, там, про Луняшу ничего плохого не говорил. Да, в принципе, никто про Луняшу ничего плохого в интернете не говорил Луняша. Это, в принципе, лучшая GTA-самп-ютуберша, которую только вот, которую только мы могли найти, то есть других похожих нету. А есть какие-то, там, отдалённо напоминающие вот эту вот самую Луняшу, но прям вот похожих на неё или точно такой же, как она, нет. То есть это, она уникальна в этом плане, если вы, мало ли, там, не знали, если вы, мало ли, там, подразумевали и делали все прочие вещи, то нет. Луняша, она в этом плане максимально уникальна и каких-то подобных ей людей таких, в принципе, не существует вообще. Поэтому, ну, как бы, да, и так далее, и тому подобное, и всё прочее. Ну, ладно, что же я вам могу сказать напоследок. Никому не нужны, наверное, в скором времени будут закрываться, потому что, ну, кому нужен, как бы, вот этот вот видеоролик, где я просто говорю, что человек стал никому не нужен. То есть что? Ну, возможно, вы в комментарии мне напишите, если вы досмотрели до этого момента, вы, возможно, напишите, что, типа, никому не нужны вот эта вот серия видеороликов, она нужна именно мне. Поэтому давай-ка делай её побыстрее, я её буду смотреть. Но мы посмотрим. А всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok